В начале этого года было введено материальное пособие для попечителей совершеннолетних недееспособных лиц, назначенных решением Далгопилского сиротского суда. До этого они не получали никакой поддержки ни от государства, ни от самоуправления, поэтому данную инициативу восприняли крайне положительно, и пособие оказалось востребованным. Заявление уже подали большинство получателей. На получение пособия на данный момент может претендовать порядка 270 опекунов. Поправки к обязывающим правилам, которые предусматривают введение этого вида поддержки, вступили в силу 11 февраля. Менее чем за месяц в Далгопилском сиротском суде было получено 202 заявления. Чтобы процесс продвигался как можно быстрее, сиротский суд связался со всеми попечителями, проинформировал их о новом пособии, а также продолжает оказывать всю необходимую поддержку при написании и подаче заявления. Социальная служба подготовила бланк, который попечитель заполняет в сиротском суде. Мы, в свою очередь, прилагаем к заявлению выписку из решения суда и отправляем в социальную службу, чтобы присвоить эти пособия как можно быстрее, и попечителям не приходилось выполнять какие-то дополнительные действия, особенно учитывая чрезвычайную ситуацию в стране. Также мы выезжаем на дом, ведь нередко попечителем является человек в преклонном возрасте. Мы обрабатываем информацию и получаем заявления, в том числе по месту жительства. Попечитель, назначенный Далгопилским сиротским судом, и лицо, находящееся под его попечительством, должны быть задекларированы в Далгопилсе. Пособие полагается и в том случае, если человек, находящийся под попечительством, на данный момент помещен в специализированное учреждение за пределами Далгопилса, но до того, как попал туда, имел декларацию на административной территории нашего города. Размер пособия попечителю за каждого проживающего вместе с ним или живущего самостоятельно человека, которому он предоставляет помощь, составляет 120 евро в год. Если же лицо, находящееся под попечительством, помещено в учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации или специализированное лечебное учреждение, то пособие составляет 60 евро в год. Социальная служба вносит полученные от сиротского суда заявления в базу данных. Первые ежемесячные выплаты уже начали поступать получателям. В самом управлении положительно оценивают проделанную работу и надеются, что в будущем еще будет возможность увеличить размер пособия, ведь попечители, заботясь о людях, находящиеся в беспомощном состоянии, зачастую выполняют очень легкую работу. Это очень хороший вид поддержки. Все-таки немножко, может быть, со временем депутаты найдут возможность увеличить этот вид поддержки в сумме по отношению к людям, занимающимся попечительством. Но на сегодняшний день эта сумма выплачивается уже. И, конечно, огромное спасибо специалистам сиротского суда и специалистам социальной службы, которые, несмотря на большую нагрузку, смогли уже организовать выплату этих пособий. И, конечно, спасибо попечителям за их работу, за то, что люди с проблемами умственного развития и ограничениями в своих действиях чувствуют себя хорошо у нас в городе, благодаря попечителям, благодаря их труду. По вопросам о подаче заявок на получение пособия можно обращаться в Даугупилский городской сиротский суд по телефону или через электронную почту. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!